приветствую вас друзья в этом видео будет много новостей так сказать прям целая передача про новости мира танков за последнее время в начале хочу вам рассказать как раз перед первой новостью интересную историю выиграл на аукционе на 3 отметки супер першина начал я на нем набивать отметки и в каждом бою меня просто с барабана убивают gpt супер першин старый танк раньше он был супер классный многим нравился льготный обалденный легендарный танк но броня у него древние и gpt особо не паришь пробивает этот танчик только там на дистанции в рельефе у него возникают конечно же сложности но если ты случайно на него выезжаешь или он на тебя то все супер першина нет и это даже если ты его встречаешь а лобом не корпусом не кормой у тебя просто нет на супер першинги брони чтобы танковать gpt поскольку у тебя на vld есть пулеметик 90 миллиметров поскольку у тебя в нлд огромные дыры и даже сама vld 170 миллиметров что такое 170 миллиметров это та броня которая будет нормально танчить только если ты за рельефом наклонил танк у тебя есть еще дырки в щеках на башне если чок дырявый и планка над маской тоже пробивается в итоге выезжает на тебя жпт и за пять секунд отправляет тебя на помойку после таких увлекательных набиваний трех отметок на этом замечательном устаревшим танки я с подгоревшей жопой отправился в магазин покупать себе мороженое и после вкуснейшего эскимо решил записать вам видосик с новостями к чему я это рассказал к первой новости новая возвратная акция которая уже смотрится как какая-то агония от разработчиков в плане того что одну вернитесь танкисты поиграйте в игру мы вам все отдадим ну просто поиграйте ну хоть вернитесь вспомните у нас существуют танчики ну поиграйте в танчики то вот вернуться ваши танкисты поиграть в танчики а у вас на каждом уровне gpt который с вертухи надо пробивает на все лицо а иногда впритык выезжает и бэбэшками просто тебя уничтожает у вас арта с оглушением стрельба несправедливая просто рандомная кривущая люди пришли в эту игру в основном там 2012 13 14 году когда была совсем другая стрельба которая часто попадала в середину и все кайфовали от стрельбы потом ее переделали и нынешняя стрельба переделанная она редко попадает в середину из-за чего ты что сводился ты ни хрена не попадаешь что ты на ходу едешь стреляешь ни хрена не попадаешь и только когда игра соизволит раз в тысячу боев она там попадает и неважно у тебя кривая пушка точная пушка ты все равно роешь землю а люди пришли в это не за этим и за все эти годы разработчики еще ускорили очень сильно бои и напихали танки которые за маленький промежуток времени за один игровой момент могут выдать очень много урона бабахи джип идти в 55 шкоды т56 тот же самый вилкс огромное количество танков у которых быстрые маленькие барабаны или фугасницы или даже вот сейчас уже барабанные фугасницы только где-то что-то там подставилось что-то мелькнуло он быстро выдает кучу урона уходит на перезарядку либо он кого-то забрал либо ушел на когда и сам сдох все максимальное ускорение боев сверху еще приправляем фул голдой и в это все хотят вернуть людей которые отсюда ушли действительно так и что же тут за акция у нас для тех кто не заходил в игру 30 дней и более могут получить следующую награду через бонус код бекту танки 2024 30 дней прямо каунта два танка в аренду на 14 дней skoda т56 это опять кори они как по приколу даже танки выбрали типа две имбы skoda т56 которая реально имба но в основном имба на лде и только в руках статисты а средние руки танкисты не всегда могут его реализовать и некоторые вообще думают что он не имба но его имбовость как раз таки выдавать много урона за маленький промежуток времени на скиле за счет знания прострелов карт и так далее но танк сам по себе не особо бронированный за исключением алба башни и все и пробитие не выдающиеся но альфа дпм и там и все остальное это да и кори которые ребаланс 0 и в скобочках по нерфили или по нерф или в скобочках ребаланс 0 и каждый для себя сам решит тоже не самая простая птшка которая по сути превратилась в птшку снайпера поскольку танковать она сейчас ничего особо не будет как раз таки на полторы пульки для g5 хотя смотря в какой уровень боевый попадете может быть даже для одного снаряда если против десяток я сейчас не говорил что же пти имба я сейчас говорю только про токсичность имейте это ввиду также еще тем кто не играл 30 дней и более дадут еще два секретных танка в аренду на 14 дней они будут начислены спустя две недели интересно там тоже будет какой-то прикол еще две имбы или что-то по типу вся деть паттон и прямо виктория интересно интересно подарки получат только те игроки которые не заходили в игру 30 дней и более активировали промокод и вернулись в игру в период с 24 сентября до 22 октября грубо говоря у вас есть месяц вернуться в танки кайфануть по полной я еще раз говорю не знаю кто там слышит меня не слышит дойдет это куда-то не дойдет люди вернуться в игру если она будет приятная классная интересная содержательная по боям вы хоть засыпьте донатом танкистов максимум ну чуть-чуть они поиграют опять заряд опять удалят игру и следующий раз они не скоро зайдут если вообще не зайдут это же очевидно танкисты ушли не потому что у них не было прям танчика сейчас прям танчики направо и налево можно просто их получать я создал аккаунт на котором не донатил просто поиграл на нем полмесяца там уже было бесплатно два прям танка 8 уровня то за марафон это еще за какой-нибудь а дню нет проблемы получить бесплатно прям танк сейчас доната на халяву прям навалом на новом аккаунте там с академии все выкачиваются и ресурсами так засыпается что там просто за пару сотен боев несколько веток у тебя в ангаре вырастает и пока ты их там прокачиваешь еще какая-нибудь акция у тебя появляется прям танчик сто процентов ну вообще никак без этого да вон на крайняк за серебро можно купить потихоньку переходим к следующей новости 7 аукцион мир танка 2024 1 лот аукциона танк 56 т.п. польский прям танк 8 уровня тяжелый 5000 танков стартовая цена 500 тысяч там только она началась цена уже там около 9 миллионов серебра я уже считаю что этот танк берут дороже чем она того стоит если там цена обойдет до 20 я не знаю танкисты вы больны я понимаю что много людей у которых серебра навалом и только для них есть смысл брать этот танк у которых немерено серебра его некуда девать если вы за последние копейки берете то вы страны чел следующая новость новые визуальные эффекты техники посмотрел я на все это ну какие-то свистоперделки на танке дрыгаются что мы видели уже во многих 3d стилях ну как-то не удивило поскольку ничего нового я тут не увидел из нового тут гусеницы которые из 4 там забиваешь одну танчик едет дальше сбиваешь вторую он все равно едет дальше эти самые новые ультра гусеницы что опять же не ускоряет бои ни разу вообще нет и опять же мы это никогда не видели уеха вообще нет в общем запихали затрамбовали все все что наработали все в одиннадцатый уровень затрамбовали все двигающиеся штучки дрючки гусенички снарядик новый какой-то там еще перк или этот скилл засунули в общем притрамбовали туда все что было еще гильза вылетает которую мы опять же тоже видели то есть все что наработали все что протестировали все что уже пустили вход собрали в кучку и запихнули в один танчик ну точнее пока что в 44 танчика 11 уровня и танкисты все как один говорят что-то надо распространить на все танки но это же подается как фишка 11 левела и захотят ли разработчики на все остальные танки делать столько от работы но им надо может если бы их было разработчиков слишком много но для этого нужно вернуть очень много танкистов найти новых которые будут много донатить как не в себя чтоб компания разрослась и они уже начинали делать даже не самые основные вещи а какие-нибудь второстепенные тогда бы наверное я думаю они сделали бы и на все танки но пока что я думаю они этим заниматься вряд ли будут ну и последняя новость которая меня радует я ее одобряю в целом что какая-то там движуха и задумка есть но что он получится в итоге как они это сделают это еще неизвестно это новость про клановые режимы изменения планируются в кланах изменения нужны их надо делать много всего нового туда добавлять поскольку кланы по сути подохли я поэтому я одобряю движуху с планами поскольку ну я уже давно не видел вообще ничего интересного что связано с кланами и тут тоже у меня есть некоторые предложения предположения но в общем погнали планы по клановым режимом замена военных игр новый клановой активностью спринт добавление кланового магазина события на глобальной карте укреп район возможность заработка очков боевого пропуска укреп район игровой процесс режима натиска вылазках укреп район переработка вылазок клановые турниры на основе сезонной таблицы лидеров то есть грубо говоря можно будет боевой пропуск проходить в укрепе вылазках у нас будет что-то подобие какого-то там натиска также у нас будет раз в месяц там какой-то спринт на недельку погонять клан выбранный какой-то там prime time 2 часика а также и надо в некоторых месяцах вместо спринта будет событие на глобальной карте что-то покрупнее я так понимаю все это будет базироваться на основах геймплея натиска что вроде как логично из этого всего у меня вытекает следующий вопрос может быть и турниры должны быть в виде натиска с этими всякими там скиллами базами с умениями танков и так далее ведь это же логично люди должны поэтапно как-то идти вверх вот в самом верху у нас киберспорт ниже киберспорта у нас турниры клановые ниже этих клановых турниров у нас просто тому крепче клановые вот эти спринты просто клановая движуха вне клановой движухи просто обычный натиск и все это идет вверх до этого самого киберспорта в который как говорили любой может попасть и что-то там поиграть вот это будет прямая дорога туда вот в киберспорт а так получается что в рандоме мы играем одно в натиске другое в кланах 3 в киберспорте 4 все нихрена не связано куда чё куда ведет как туда попасть непонятно и так давайте подробнее новая активность спринт и клановый магазин замена военных игр в одном из будущих обновлений вместо военных игр займет новая клановая активность спринт в отличие от военных игр в спринтах игроки смогут получать не только игровое золото и клановые резервы но и ряд других наград в том числе клановые шевроны новая валюта необходима для разблокировки уникальных товаров в клановом магазине ассортимент которого будет пополняться совершенно новыми танками и стилями слава богу что это шевроны не какие-то очередные жетоны поскольку в каждом магазине жетоны от них уже голова кругом спринт это движуха клановая 7 на 7 на 7 дней где клан выбирает удобный для себя prime time я так понимаю но формате будет как в натиске ну посмотрим на словах она одно а на деле посмотрим классно ну или нет тоже будет клановый магазин в игре появится клановый магазин в которого вы сможете использовать клановые шевроны полученные за участие в клановых активностях для открытия доступа к покупке товаров за боны среди товаров магазина будут клановые танки и элементы внешнего вида в общем еще одно место куда тратить боны и боны как-то начинают скукоживаться вроде говорили что бонов разработчики выдают больше чем хотели но сейчас столько магазинов с бонами о тебе и обычный боновый магазин и в натиске тебе боновый магазин и в кланах боновый магазин на бон это откуда брать это хорошо что если вы их накопили заранее а если нет видимо играйте много на десятках на них можно фармить боны или на премиумных девятках там тоже есть фарм бонов запасайтесь бонами если чет хотите сезонная таблица лидеров по итогам каждого этапа спринта или глобальной карты кланы будут зарабатывать специальные очки они будут влиять на положение команд в сезонной таблицы лидеров по результатам сезона кланы будут получать специальную награду которая зависит от занятого клана место в таблице лидеров а самой на ради мы расскажем позднее тоже разработчики готовят для нас события на глобальной карте в рамках которого клановый магазин пополнится новым уникальным танком 10 уровня это видимо будет что-то прям новенькое поскольку прошлую интересную новинку засунули в орбиту первых где мы будем сбрасывать танки там вот эта немецкая стэшка эрик или как она там называется но там чего-то еще интересное на десятках вспомнить тяжело в общем посмотрим даже в укреп районах можно будет зарабатывать очки боевого пропуска в укрепе будет процесс режима натиска выбирать технику во время обратного отсчета использовать в бою ролевые навыки техники захватывать точки интересы и использовать тактические навыки это будет тестовый формат режим видимо если зайдет то оставит также там еще какие-то турниры планируются в общем движухи планируют много посмотрим в каком виде она до нас дойдет и что скажет мой командир клана будем в эту хрень играть или нет в общем такие вот дела такие вот новости можете писать в комментариях что вы об этом всем думаете я вот думаю сколько мне еще придется страдать чтобы на супер першинге взять три отметки когда мне в каждом бою убивая за барабана жпт очень интересное увлекательное занятие реально класс сам бы варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока и да да и и и и Субтитры сделал DimaTorzok